всем привет это канал а вы sound с вами алексей и сегодня у нас необычный выпуск мы решили сделать сравнение или маленький баттл между двумя прекрасными представителями компании маршал а именно kill burn колонка и колонка kill burn 2 вот mortal kombat беги сравнение будет не сложным мы пройдемся по трем пунктам это отличие внешней отделки отличие функционала и конечно звук таким образом попытаемся понять куда же движется компания маршал ну что приступим первый пункт у нас отделка и начнем наверно с решетки решетка здесь серебристая здесь золотистая по мне больше нравится серебро хотя шампань это такой стиль лас-вегаса я думаю что многим тоже подходит далее отделка и здесь и здесь идет винил под кожу как отделаны все их профессиональные боксы здоровые кабинеты здесь все традиционно единственно как мы уже освещали в киллберне 2 вот эти вставки углы конечно для россиян полезны потому что оббивать углы и дербанить вот эти вещи это русские люди любят очень сильно так рассмотрим контрольный блок он исполнен великолепно золотистом вас вега стайли как обычно вот такой шикарный тумблер включения самой колонки какой звук какой тугой ну ка клёво как будто запустил высокоточный какой-то автомат загорелся поиск bluetooth а и кнопочкой source можно переключать источники с инпута это три с половиной аналоговый джек обратно на bluetooth кнопочкой pr можно вызывать функцию поиска источника супер три регулятора громкость бас и верха и индикатор батарейки когда все крайне плохо лампчика загорается символизирует том что с батарейка садится ну все вполне логично красиво пафосной шикарная штука переходим к младшему брату у него все лаконичней все лишнее убрали оставили только три регулятора регулятор громкости бас и верха и регулятор громкости является же включением колонки тоже приятный звучок не такой пафосный не такой лакшери как на той колонке но зато он тебя приветствует звуком привет индикация батареи то есть здесь понятно на котором уровне находится заряд и индикатор и кнопочка подключения bluetooth источника нажать и подержать вот так вот он еще раз заповещает о том что он ищет источник подключить ко мне и спой со мной ну тоже все хорошо это не шампань это не лакшери las vegas style здесь все черное лаконичное ну и хорошо наверное тоже такой звучит приятный далее так смотрим на заднюю панель значит что осталось без изменений это фазы инвертор что на младшей серии что на старшей и собственно клемм подключения питания восьмерочка вот а дальше уже начинаются плюсы у колберна 2 это прорезиненная крышечка чтобы снизить до минимума попадания влаги в отсек питания вывод 1 динамика на эту сторону что дает за более воздушного звучания стереоэффекта и более наверное окружающего звука и конечно винтики ребята смотрите как здесь грибная история вот эти шишечки торчат по всему периметру и там штук 20 здесь же они минимизированы по количеству и по выпуклости и прибрана достаточно аккуратно но зато здесь джек подключение есть сзади а здесь он сверху кому как больше нравится не знаю что удобнее наверное удобнее когда на морде хотя сейчас вряд ли уже кто-то активно пользуется этим ну и последний внешний атрибут это ручка исполненная в виде гитарного ремня и здесь и похоже что это гитарный ремень вот единственно на первой версии он идет с такими вставочками и видно что он кожаный он прямо пахнет кожей и прямо похоже все на гитару очень хорошее исполнение здесь же не знаю написано что кожаный но мне не похоже хотя написано заявлено что кожаный по мне вот это конечно интереснее и и приятнее натуральный хотя без лишних этих переходов он очень хорошо держит саму конструкцию к слову сказать младшая модель весит два с половиной килограмма старшая 3 на полкило облегчили задачу может быть и ручка поэтому попроще так ну что перейдем к прослушке let mortal combat begin начинаем прослушку значит я выставил громкость на 50 процентов и там и там тембр блок бас и вверха выставил тоже средние показания стоят они на одинаковом удалении вроде все по-честному нужно сказать в начале что басовик здесь по мощнее и наверное побольше потому что здесь заявлено 52 герца нижняя грань частоты здесь 62 ожидаем здесь побольше баса и мощности здесь 36 ватт здесь 25 я думаю что я предвижу какой-то результат но все будем слушать и смотреть использовать будем дизер моё любимое приложение которое официально доступно у нас в россии в принципе там есть 80 процентов всей музыки которую я ищу и слушаю и начнем мы с прелестной женщины женщины поехали значит выбрали источником о как ребята он одновременно подключен сразу к двум килберном о чем свидетельствует вот эта менюшка если вам видно и попробуем удастся ли с одного на другой перескакивать без переподключения такс поехали мадам игра 1 маршал ну достаточно густо мягенько приятный кошачий тембр переключается мгновенно на другой источник до другого кубер но слышно по баса вити да и полегче играет по воздушный так попробуем другой трючок очень хорошая серединка очень близкий вокалист такс такс включаем первый слышите немножко схлопнулся звук я яду сейчас переходик форекс черт но он старается второй но ребят на моем он без комментариев Слушай, ну вот эта функция, первый раз вижу, чтобы он одновременно был подключен к двум похожим устройствам И моментально переключался Обычно это долгопроцедура переподключения к другому Наверное, все-таки протокол у них один, и это здорово помогает Облегчает прослушку, шикарная вещь И послушаем Густо-густо Надеюсь, вам слышно, да, конечно Сразу сужается, схлопывается эта маленькая вселенная Kill Burn 1 Хотя тоже приятно Ну, по-моему, преимущество очевидно Ну что, подведем итог Конечно, великолепное исполнение первого Kill Burn, но вообще, мне кажется, это такой пробный шар Потому что это первая акустическая система от компании Marshall в своем новом видении Bluetooth, аккумуляторная переносная колонка И, мне кажется, совершенно достойное исполнение Но новый его брат, конечно, перешагивает, побеждает его по всем фронтам Это он легче, он мощнее, он проще в управлении У него частотка гораздо шире и больше Плюс функция вот эта мультихост, которая позволяет сразу два источника к нему подключать Мне кажется, очевидно, побеждает второй Marshall А первый такой хороший раритетный старичок со своей изюминкой Ну что, спасибо большое за внимание Наверное, по итогам скажу следующее Спасибо большое Kill Burn 1, вообще компании Marshall, за то, что они сделали такой бриллиант Я думаю, что это помогло выдвинуть на рынок вторую версию Которая, ну, по-моему, просто великолепно И победила в этом баттле, по моему мнению Хотя у первого есть исполнение в белом-бежевой отделке Которая подойдет больше девочкам Или нежной половине нашего населения на планете Это же более брутально И больше подходит нормальным мужикам Которым надо раскачать что-нибудь в воздух вокруг себя Вот и все Спасибо большое Дальше традиционное Нравится хорошо Скажите об этом Мне нравится, ставьте тоже плохую отметку Будем исправляться Корзинка для поливков До новых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok